Книга Протерия Геннадия Фаста «В Бога богатеете» проповеди 2020 год «Кто разумеет делать добро и не делает тому грех» Якова 4 глава 17 стих Однажды Господь наш Иисус на большой праздник, возможно это был праздник Пятидесятницы, находился в Иерусалиме А в Иерусалиме у овечьих ворот есть такая большая купель Наверху на храмовой горе находится храм, а на север вниз там овчая купель В этой купели омывали овец, которых потом приносили в жертву в храме Это была купель с конкретным назначением, внешне может и не очень приятным Омытые в купели овцы и тельцы уводились оттуда в храм для жертвоприношения Купель имела пять крытых ходов, это портики с навесом наверху от палящего солнца, которым так богата святая земля Пять таких крытых галерей, в хакасском переводе названных коридорами И пятая галерея располагалась так, что с обеих сторон ее был этот самый бассейн Наблюдалось, что время от времени там резко возмущалась, приходила в движение вода Иудеи, как народ верующий, каким-то образом знали, что это ангел Божий нисходит на воду и приводит ее в движение Вот отсюда, кстати, в молитве при водосвятии говорится о том, чтобы Господь воду исполнил ангельской крепостью Кто первый успеет, успевал окунуться, омыться этой водой, тот получал исцеление Поэтому под навесами в этих галереях было очень много сухих, слепых, больных, парализованных Которые ждали момента, когда опять придет движение вода, чтобы получить исцеление Вот Господь Иисус идет и видит, что где-то в сторонке, отодвинутой от непосредственной близости к воде Лежит парализованный, или как Евангелие таких людей называет, расслабленный Причем лежит уже 38 лет Представьте себе, 38 лет Сейчас, а считайте для интереса 38 лет назад Где вы тогда были? Какие вы тогда были? И что за это время произошло? А у этого человека все, что произошло за 38 лет, было здесь у овечьей, у овчей купели И дело у него было одно Он болел, парализованный Он не мог ходить, не мог шевелиться, не мог ничего Господь увидел его и говорит ему Ты хочешь быть здоровым? Конечно хочу Но не имею человека, который взял бы меня и окунул в воду в тот момент, когда она приходит в движение Потому что когда это случается, кто-то другой скорее меня оказывается на этом месте Скорее меня окунается и получает исцеление 38 лет честно в очереди ждал и не дождался Не имею, говорит, человека Тогда Господь Иисус говорит ему сам Без всякого движения воды напрямую Вставай, возьми вот эту постель, на которой ты лежишь Вот это ложа и иди И все произошло так просто Необычно быстро, без всякой подготовки Исцеленный встал, взял ложе, на котором лежал Скорее всего какое-нибудь тряпье, которое под себя подстилал И пошел Вот так случилось это удивительное событие Мы о нем ежегодно читаем в храме и размышляем о том, что произошло Вы знаете, есть великое искусство Любители читать книги его знают И даже имеют некоторый навык к нему Это читать между строк Важно не только то, что произошло А важно и то, что не произошло А что же не произошло Тридцать восемь лет Не нашлось человека помогающего Не имею человека, который подтащил бы меня к воде И окунул бы в нужный момент в нее То, что был Господь То, что ангел сходил в воду То, что вода наполнялась ангельской крепостью То, что Господь исцелил расслабленного Все это замечательно Но наше сегодня внимание обращено к тому, что не произошло Тридцать восемь лет Не нашлось того человека Который бы взял этого больного и поднес к целебной воде Рассказывают, что еще за триста лет до этого события Совсем в другой земле Просвещеннейший, культурнейший Со многими философскими философами и академией Это в те времена-то до нашей эры И даже с театрами Один мудрец с лампой, с фонарем Прямо посреди дня Солнце в зените Ходил по городу Странное поведение Мудрецы спрашивают А чего ты ходишь по городу с фонарем? Когда солнце и все вокруг залито светом Где бы тенек найти? А он бурчит Человека ищу Это был диаген И было это в Афинах Что-то получается общее И в той культурной Греции Не нашлось человека Так что бедненький мудрец с фонарем Посреди дня ходил и искал его И здесь, в святом народе Израиля Тридцать восемь лет Не нашлось человека Вот это то, что не произошло Ни там, ни здесь А мы слышали, как нам грозит пальцем Брат, Господень, говоря И так, кто разумеет делать добро И не делает Тому грех Как нам с вами легко жить, правда? Ведь мы не воры, не разбойники, не убийцы Не казнокрады А многие из нас даже и не матершинники Не блудники Ну как нам хорошо жить А еще мы столько добрых дел сделали И вдруг откуда-то оттуда Из Иерусалима Сегодня доносится до нас Кто знает, делает добро и не делает Тому грех Вот ведь Те люди, которые В течение тридцати восьми лет Рядом были Толпились В этих пяти крытых ходах Искали там Днем тенек от солнца Они что Порядочными людьми не были? Да были Это же дом милосердия Вефезда Если буквально Дом хасидов Благотворительное общество И вот там были страждущие Дорогие Дорогие хасиды Где вы? Хорошие Благочестивые Благообразные У вас столько добрых дел И вот как в насмешку Не находится этот хасид Что значит милостивые В доме милосердия В доме милости И вот они люди Которые делали так много добрых дел Люди, которые не делали никаких грехов Которым никакой прокуратур Которым не смог бы обвинения предъявить И не нашлось среди них человека Оказывается грех это не только тогда Когда мы с вами делаем зло Грех подозреваю гораздо чаще Тогда когда я знаю делать добро И не делаю Мы с вами не маленькие Что мы не знаем как делать добро Не знаем что такое добрые дела И когда знаем делать добро и не делаем То вроде нет никакого зла Нет никакого преступления Нам даже так хорошо И вот грозное Ты знаешь делать добро и не делаешь Тебе грех С тем античным фонарем Посреди белого дня Ходит нуждающийся и ищет человека А его все нет и нет Год прошел Восьмой Второй Восьмой Десятый Двадцатый Тридцатый А его все нет и нет Вопрос А почему так? Что же с нами происходит? Почему нас не найти? Почему не находится человек? Почему его тогда не нашлось В течении 38 лет в доме там милосердия? Что же Про тот дом мы уже Оставим А вот про наш дом Где мы с вами живем Вот тут стоит Стоит поразмышлять Почему так случается? Почему нет человека? Почему так много не дождавшихся? Кого? Меня А кто сказал что меня? Тебя не дождался? И тебя не дождался И вот и ее не дождался И его не дождался Потому что понимаете Когда сделано преступление Тогда легко Очень точно выявить нарушителя А когда Надо найти того Кто ничего не сделал То на любого пальцем покажи Он и есть Тут же Не надо доказывать Что он сделал Какое-то преступление Речь идет о том Кто что-то не сделал Вот я вчера Какое доброе дело сделал Что-то Долго думать приходится Так может быть Это я и есть Тот самый Который Нет человека И почему же Так случается с нами? Причины есть разные Одна причина Себелюбия Вот смотрите В доме милосердия Расслабленный человек лежал Ему кто-нибудь Плохо делал? Ну его кто-нибудь Пинал? Нет Его кто-нибудь Обзывал? Нет Вообще Ему никто Ничего плохого Не делал А что происходило? Происходило то Что каждый Заботился о себе Вода Пришла в движение Срочно Быстро Шевелись Если я слепой То я хорошо Слышу это движение И я уже Туда Если я Не движим Но рядом со мной Мой брат То он быстро Волочет меня туда И каждый раз Кого-то Волочет Своего же Себелюбия Кто бежит туда К воде Тот кто нуждается В этом То есть Смотрите Это же не грех Разве Господь не учил Любить других Как самого себя Значит Надо самого себя Любить И вот что И другого Как самого себя Тут проблема Я хочу исцеления Вот она вода Я уже вижу Как она приходит В движение Цель близка Вариант Я устремлюсь Туда Потому что Мне надо Исцелиться А если Другой Повернуться И вон того 38 лет В лохмоть Лежащего Подтащить Другого Возлюбить Как самого себя Вот ведь В чем дело Вот это Делать нам И не позволяет Себелюбия Нет уж Мы в свою очередь Знаем Мы ее заняли Все тут У нас Отмечено Первый я Потом Другой Сначала Позабочусь о себе А потом Буду Другого Любить Как себя Тут Хитрушка Если вы Позаботились О себе То скажите После того Как выздоровели Кто еще Дальше в больнице Будет лежать Выписка Срочно Выписка Те кто там Получали исцеление Потому что Себя Любили Ничего В этом Плохого Нет Они что Там дальше Ждали Все Я себя Полюбил Я исцелился А теперь Уже Буду Других Любить Как Саму себя Да Нет Больше Больше Не нужен Мне Этот дом Милосердия Я Исцелился Я Выписался Я Здоров Вот Теперь Следующий Он тоже Решил Любить Другого Как Саму Себя Сначала Себя А потом Другого Исцелился И что Теперь Как вы Думаете Там Каждый День Вода В движение Приходила Нет Так Что Мне Теперь Сидеть И Ждать Да Нет У меня Дома Столько Дел И Тоже Пошел И Вот Так 38 Лет Каждый Любил Себя А До Того Другого Которого Как Самого Себя До Того Очередь Так И Не Доходило И Вот Мы С Наверное Все Так Лучше Сначала Другого Полюбить А Потом Себя Это Вероятнее Что Все Так До Другого Очередь Дойдет Но Это Трудная Задача Сначала Другого А Потом Себя Нет Я Ему Ничего Плохого Не Желаю Я Очень Хочу Чтобы Он Выздоровел Но Сначала Все Так О Себе Следует Подумать А Как Если Сначала Другого А потом Себя Сначала Другому А потом Мне К этому Не готовы И потому Мы Не можем Сделать Доброе Дело Вот Из-за Чего Днем С фонарем Ищет Мудрец Человека Вот Почему Нам Грозит Апостол Яков Кто Разумеет Делать Добро И не Делает Тому Грех Причина Не в том Что Мы Хотим Другим Зло А в том Что Добро Сначала Хотим Себе А Другой На потом Может Быть Конечно Когда Вода Приходила В Движение Вот Теперь Представьте Себе Здоровым На том Месте А ну Ка По Честному Что Мы С вами Стали Бы Делать Я Здоровый Мне Исцеление Не Нужно Но Я Слышал Про Это Удивительное Явление И Вот Вода Приходит В Движение Что Я Сделаю Я С Понятным Научным Интересом Помчусь Туда Посмотреть Что Что Происходит Неужели Правда Что Я Слышал И Я Ужимчусь Туда Смотреть Как Все Это Случается Я Забыл При Этом Что Может Больного Подтащить Любознательность Любопытство Лень Вот Что После Себелюбия Нам Не Позволяет Делать Добрые Дела О которых Мы Знаем Что Их Надо Сделать Но Очередь Никак Не Доходит У Многих Из Нас Наверняка Есть Такой Опыт Особенно У кого Ребятишек Побольше Вот Сидит Ребятня За Столом И Ты Говоришь Что Надо Сделать Вот Это Все Замерли Ты Говоришь Так Ванюша Это Сделаешь Ты Что Скажет Ванюша Тут Не Не Задумываясь Мудовенно Почему Я Почему Николя Или Саня А Правда Почему Я Ну Больной Больной А Почему Я Ему Не Родня Я Даже Не Знаю Как Зовут Этого Тридцатилетнего Больного Нет Я Не Против Чтобы Он Выздоровел Но Только Почему Я Вот Где Секрет А Чего Днем С Фонарем Ищут Человека Почему Я У нас Есть Социальный Из-за Таковых В конце Концов Пусть Каждый Занимается Своим Делом Мое Получается В окошко Смотреть А там Социальный Отдел Уж Пусть Подсует Вот Это Почему Я Нам Взрослым Свойственно Хотя Мы Умеем Себя Вести Не Так Откровенно Как Ребятишки Которые Еще Лукавить Не Умеют Бесхитростны Когда К нам Подходят За помощью То Мы Сразу Начинаем Почему Я Это Другие Могут Сделать Более Профессионально У Них Больше Времени Они Не Такие Занятые Как Я Почему Ко Мне Обращаетесь И Опять Доброе Дело Не Сделано Себелюбие За Ней Пристраивалась Лень За Ленью Почему Я А дальше Уж И не Будем Продолжать Но Нам Сегодня Строго Говорит Апостол Кто Разумеет Делать Добро И Не Делает Тому Грех Аминь